В начале заседания депутаты Сухумского городского собрания приняли отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Затем рассмотрели вопрос об изменении тарифов за услуги, предоставляемые Сухумским центральным рынком. Согласно документу, арендная плата помещения должна составлять не менее 500 рублей за один квадратный метр площади в месяц. Депутаты также установили предельную стоимость помещений за один квадратный метр площади в месяц в размере 1000 рублей. На самом деле мы узнавали у руководства рынка. На данный момент фактически ни у кого нет сумм, которые превышают 1000 рублей. Но для спокойствия наших граждан, поскольку они к нам обращались и боятся, что в будущем такой прецедент может через сколько-то там лет случиться, я считаю, будет целесообразно поставить верхний порог в 1000 рублей. Горсобрание рассмотрело письмо главы администрации Беслана Эшба о согласовании проекта положения о порядке разработки утверждения условий конкурса по продаже муниципальной собственности города Сухум, контроля за их исполнением и подтверждение победителям конкурса исполнения указанных условий. Юрист Лана Цаафа подробно рассказала о положениях, которые включены в документ. Мы сроки указали, которые нужны для подачи заявлений. Дальше кто претендует, что претендент может претендовать на одно, как его имущество, то есть количество, сколько раз он может обращаться. Эти принципы тоже все закреплены. Дальше мы привели чуть-чуть положение в технические вопросы, тоже в соответствии с нормативным документом, как должно выглядеть структуру, я имею в виду положение. И привели все это согласно законодательству Республики Абхазия. То есть никакие не наши пожелания в этом положении, а только все, что исходит из закона о республиканской и муниципальной собственности. Депутаты Сухумского городского собрания дали согласие на внесение имущественного комплекса завода углекислотных экстрактов в Сухуми в перечень объектов, подлежащих приватизации. Также рассмотрели письмо главы администрации столицы о передаче в республиканскую собственность объекта муниципальной собственности по улице Пушкина, номер 20. Советник по правовым вопросам правительства Лаша Цава рассказал, что архитектурный памятник, построенный инженером Александром Далем, в конце 19 века входит в список объектов историко-культурного наследия и числится за Минкультом. Еще с советских времен там были прописаны люди. Тех, кто не приезжал давно, в послевоенные годы выписали, а долю остальных правительство выкупило. Лаша Цава уточнил, что по закону государство не могло сразу забрать квартиры. Формально они должны были перейти в собственность администрации города. Получается, что часть здания в республиканской собственности, а по закону мы не могли сразу квартиры забрать в республиканскую собственность. По закону квартиры должны были перейти в собственность администрации города, ну так скажем формально. И теперь мы уже хотим это все соединить в единственный комплекс. Какие планы? Минимум. Планы такие, что в следующем году правительство со своим усилием как минимум сделает крышу. Уже будет, как только вы примете решение, будет решение комитета министров о том, что это все в Минкульте собрать, то у нас будет основание, укс, чтобы начать какие-то работы хотя бы сохранить. И как минимум срочно будет делаться крыша, потому что объект разрушается, этот объект просто погибает. Сегодня невозможно деньги тратить из-за юридических формальностей. Дальше это объект историко-культурного наследия, его нельзя приватизировать, его нельзя продать. Насколько я знаю, у нас вступил в силу закон на стратегических объектах, где объекты историко-культурного наследия тоже включены. Даже вопрос о аренде, получается, там тоже будет достаточно сложный, требуется согласие правительства и парламента, и пока он не актуален. Раньше было это актуально, было много попыток его собрать, в том числе и абхазскими бизнесменами, но это сегодня объект защищенного таких коллизий, сегодня его надо сохранить. После всех обсуждений депутаты проголосовали против передачи дома Даля в республиканскую собственность. Госсобрание рассмотрело вопрос изменения тарифов на воду. В связи с увеличением объектов капитального строительства в Сухуми возникла необходимость увеличения платы за технологическое подключение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. Плата формируется, исходя из нормативов объема потребления воды субъектами жизнедеятельности, протяженности разводящих и отводящих магистрали, ставки тарифов на подключаемую нагрузку водопроводной и канализационной сетей. В.Путин. Долю населения, которая по нормативу потреблять должна эту воду, это составляет почти 20 тысяч кубов. Ну, в оставшейся части, это, естественно, коммерческие и промышленные предприятия, но в большей степени получается, что вода у нас просто так уходит, утекает. Присутствовавший на заседании госсобрания глава столичной администрации Бислан Эшба предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за один кубометр в месяц. В жилищном кодексе от Коронского Руслан, значит, там это все мы предусмотрели, да, там и пение предусмотрено, и все равно без отключения воды. Ну, в итоге, когда ты вообще злостный нарушитель, тогда воду не отключают, но твое имущество ставят на арест. То есть там уже цивилизованные такие-то вещи. Без таких инструментов говорить о том, что идите, как хотите, получайте с людей деньги, мы же все обхадцы, мы же понимаем, правильно? Мы ведем уже ревизию того, что дано указание всем, кому даны разрешения на магазины, павильонные, супермаркеты, разрешение на строительство, на временную торговлю. У всех в распоряжениях написано, что сделать. Подписать смысл благоустройства по поводу уборки мусора, подключиться к сетям. Не выполнил условия заявителей, кому дано, значит, распоряжение будет подлежать расторжению. Данный вопрос вызвал бурное обсуждение. Депутат Виктор Акуссо предложил оставить тариф прежним для горожан, у кого установлены счетчики. Кто поставит счетчик, администрация предлагает 5 рублей, я прошу оставить по старой, 4 рублей. Понял. В итоге мэр столицы Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении тарифов на воду. Затем депутаты горсобрания утвердили временные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для физических и юридических лиц. Так, горожане, установившие приборы учета, будут платить 4 рубля за 1 кубометр воды в месяц. Не установившие приборы – 10 рублей. Госорганы и бюджетные учреждения – 70 рублей. Промышленные и хозрасчетные коммерческие организации – 100 рублей. Предприятия, организации и учреждения неподведомственные Абхазии – 210 рублей за 1 кубометр воды в месяц. Алька Травш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.